Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Нива 2131 удлиненная, которая пятидверка идет развалился на ней редуктор переднего моста вернее, он не сам развалился, его развалили благополучно немножко залезли в грязь и порвали порвали до такой силы, что вырвало целиком весь хвостовик сейчас подниму, покажу, как все это выглядит открутили кардан от раздатки, вытащили остатки и уже на блокировке на заднем мосту приехали взяли новый редуктор, взяли редуктор 213, шестая пара потому что здесь сзади тоже редуктор стоит, шестой и взяли привода 21 Нивы 213 Нивы, привода фирмы Триаля номера их тоже покажу редуктор взяли голый, ну как голый на нем нет поддона переднего поддон такой торцевой, он не снизу стоит, а с торца мы его снимем со старого, почистим и установим на герметик для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, снимаем колеса и приступаем к снятию раздатки вот такое вот чудо-юдо, вот такой у нас передний мост это все выломано также погнул траверсу, который балку держит и тоже надо править здесь кардан просто открутили, здесь нормально все а вот в принципе ничего страшного и серьезного нет сейчас очищаем от грязи на рычагах амортизаторы и откручиваем получается откручиваем вот эти траверсы с обоих сторон здесь и здесь гайки чтобы нам снять хотя ничего здесь откручивать не надо мы просто чистим и откручиваем вот эти по три крепления здесь головка на 13 с одной и с другой стороны снимаем привода, отстегиваем шаровые и убираем в сторону ослабил я обе гайки на приводах для этого я разводным ключом зажал вал привода и головкой на 27 я спокойно уже открутил как с одной стороны, так и с другой стороны точно так же сделал зажал газовым, но разводным ключом вал и спокойно открутил потому что здесь вентиляции в тормозном диске нету отвертку уже некуда вставить никак не зафиксировать машину поднял и педаль тормоза неудобно уже было давить поэтому таким образом открутил колодки здесь как видно уже мертвые менять надо надо будет все здесь взять не брал, не видел отбойник разбитый вся подвеска в хлам сайлентблоки мертвые шаровые вот здесь где-то видел пыльник уже порванный вот он трапеция рулевая болтается сейчас попробую показать маятник втулки разбиты лучше поставить на подшипниках поэтому здесь еще предстоит с этой машиной повозиться с подвеской чуть-чуть позже потому что надо будет и стабилизатор брать удар был резинка зажата шпилька обломана надо будет ее высверливать выбивать домик новый ставить втулки все менять но это не сейчас сейчас мы отстегиваем нижнюю шаровую мы ее просто открутим три болтика и целиком вместе с поворотным кулаком отодвинем это будет удобнее откручиваем выдернул я привод из ступицы для этого я вот здесь сверху монтажкой поднял за рычаг целиком рычаг в ступицу и вот вставил видно головка большая в распор в чашку поставил и сейчас на меня висит не мешает теперь мы откручиваем вот эти три гаечки которые у нас крепят не видно сальник привода к мосту вот здесь три гайки на 13 и сверху болт открутим который у нас кронштейн держит там получается сверху болт на 19 10 а по а а а а а а Здесь удобно гибким работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третью сторону откручиваем с той стороны. И вот он, болт сверху на 19. Сейчас опускаем машину и открутим его. Также мы откручиваем с этой стороны. Три крепления привода. Откручиваем шаровую. И уже сможем, когда опустим машину, с задней стороны, со стороны блока, есть кронштейн. Крепится на блок. И на этом кронштейне как раз крепятся две шпильки редуктора переднего моста. Их тоже сверху открутим. Там тоже гайка на 19. Продолжаем. Откручиваем обе траверсы слева и справа. Спереди головка на 19. Сзади головка на 24. И заодно мы сразу вот эту левую траверсу мы ее поправим. И так же снимаем с другой стороны. Эти гаечки я уже открутил. Гравера снял. Сейчас открутил шаровую. Отодвинем шаровую. И уже будем выдергивать привод. Но привод мы не снимем. Быстрее всего нам придется отвязывать амортизатор. Выводить его из зацепления. Поэтому мы гидростойкой подопрем. Чтобы у нас не выскочила ни пружина из рычага. Из чашки. Ну что, продолжаем. Дальше крутить. Открутил я нижнее крепление амортизатора. Здесь болт. Головка на 17. И гайка, и болт на 17. Сейчас чуть-чуть мы приопускаем. Чтоб у нас амортизатор вышел из зацеплений. Можно даже не опускать рычаг, а можно поднять амортизатор. Вот мы амортизатор подняли. Теперь мы можем спокойно выдергивать привод и снимать его. Сейчас мы возьмем новый привод. Сразу мы сюда его заведем. Опустим амортизатор и вставим на место болт. У нас уже амортизатор будет держать пружину. Так же сделаем с другой стороны. Так же сразу заведем привод. Просто втыкать мы его не будем. Он у нас будет здесь висеть свободно. И будем уже снимать сам редуктор. Для этого мы сейчас выдергиваем. Здесь, я думаю, достаточно будет постучать. Сидит здесь на герметике. Так же мы садить будем тоже на герметик. Вот и все. У нас привод целиком выходит. Так, ну вот наш привод. По триале он идет AR721. Он идет на 2121 Ниву и 2131. Вот как раз, которая у нас. Но, опять же, до 2004 года здесь не указано. Но с 2004 года там уже может стоять и шевинила редуктор. Сторона установки левая. Вот, даже перчаточки подарили. Обязательно считаем количество зубов. Но я это уже сделал, заранее посчитал. Вот такой вот наш привод. Сейчас мы его заведем и будем устанавливать амортизатор на место. Сам вот новый редуктор. Переставил я уголок сюда. Я снял здесь топов, почистил все и установил. Теперь заводим и ставим вместо амортизатора. Так, ну болт, как и всегда, смазал. Теперь заводим его на место. Болт мы вставили. Поэтому отпускаем мы подпорку и затягиваем эту гайку. Все, так же сделал. Ослабил. Выбиваем болт. Амортизаторы. И поднимаем амортизатор. Теперь берем, выбиваем заднюю крышку. Здесь, вот видите, сверху болт откручу от крепления. Бухгалтер. все второй редуктор второй привод из редуктора мы выдернули теперь мы будем на место ставить привод а привод 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 мы не будем пока на место ставить потому что он длинный нам будет неудобно поэтому мы пока ставим на место амортизатор а потом мы опять его отвяжем мы будем просто мучиться а а а а а а а а а Продолжение следует... Здесь сверху я гайки ослабил, одну последнюю я оставил, одну открутил, поэтому вот только ее снимаем и все. Здесь сверху два крепления. Теперь можно потихонечку редуктор приопускать. Ну все, вот так снимается передний мост. Вот такая вот вещь. Все, сейчас мы снимаем с него крышку, вот эту, чистим ее, мажем герметиком и ставим на новый редуктор. Снимаем. Открутил 8 болтиков здесь М6, головка на 10. Снимаем вот эти гравера и подрываем крышку. Снимаем. 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 Мажем обезжиривателем. Снимаем маленько. Снимаем. И устанавливаем крышок. Только устанавливаем здесь... Ёшкин, кошкин. Шпильки надо перекручивать Ладно, поставим на болты Сейчас болты подберу Все, посадил на болтики Не стал перекручивать шпильки 8 болтов Теперь можно брать Устанавливать на место Это вот у нас Правый привод Маркировка его Идет AR720 Также 2121, 2123 То есть 31 Это пятидверка Правая сторона Продолжение следует... Так же переставляем сюда подшипник, крышку и кронштейн. Я обезжирил, намазал герметиком корпус и намазал герметиком крышку тонким слоем. Теперь берем, устанавливаем на место привод. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, вот мы поставили левый привод на место. Теперь берем гайки с шайбами с гроберными и зажимаем все это. Так же обезжирил со второй стороны. Берем привод, намазал только привод. Уже здесь корпус не стал мазать. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, этот привод тоже у нас стал. Кронштейн стал. Берем, наживляем все и протягиваем. Установил на место карданный вал. Прикрутил его к раздатке и к переднему мосту прикрутил. Сейчас на место ставим вот эти траверсы, которые здесь у нас идут на балку. Левая траверса была загнута, я ее поправил. Сейчас мы их устанавливаем и затягиваем. Так, ну все, траверсы обе поставил, установил. Теперь я смазал оба привода. Сейчас ставим на место в ступице и наживим гайки. Потом немножко подожмем нижний рычаг. Ставим на место здесь шаровое, она снизу к рычагу подводится. И прикрутим три болта. Продолжаем. Продолжаем. Все, таким образом мы вставляем и вторую сторону. Поднимаем, ослабляем и вставляем привод. Ну вот как откручивал, так и закручиваю. Держу за привод и подтягиваю гайку. Сильно не перетягиваем, чтобы подшипник не поджать. Все. Вторую сторону делаем точно так же и шпринтуем гайки. Масло я залил здесь. Здесь до уровня где-то ушло примерно около литра. Масло залил такое Эниос 7590 ЖЛ5. Получается около литра. Чуть-чуть без малого там. Масло подъезжал, а через уровневую пробку закрутил. Здесь все собрал, здесь все собрал. Сейчас мы опускаем и сверху протягиваем три крепления моста. Потому что они у меня наживы длины, но не протянуты. Опускаем машину. Вон болт с правой стороны. Сейчас я на него опущу ключик. Ключик. Вот он. Это с правой стороны. Ну вот мы его подтянули. Все, с этой стороны затянули. Идем на другую сторону. С этой стороны они вот здесь могут быть. Вот так, наверное, видно. Это вот передний. А это вот задний. Так, ну что, сейчас заводим. Включаем передачу. Включаем раздатку и смотрим на подвешенном автомобиле. Ну все, подняли. Но спереди самоблока нету в редукторе. Крутится только одно колесо, правое. Левое не крутится. Поэтому, если заблокировать, правое-левое будет крутиться. Ну, кардан нам повезло. Кардан остался целый у него. А так все работает. Шума с редуктора никакого нету. Здесь вот слетело, сейчас на место поставим кольцо. И мост бежит. Мост задний бежит по прокладке. Надо снимать, садить на герметик. Ну все. Взамену переднего моста мы произвели. Привода мы поменяли. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok